Всем привет! У каждого из вас дома находятся различные ножи, но какой из них для чего предназначен, могут знать не все. Собственно, сегодня я предлагаю разобраться в этой теме и использовать каждый нож по назначению. Начнем с ножей для овощей и фруктов. Как вы понимаете, их существует большое количество, поэтому я отобрала самые популярные из них. Первый вариант – нож для чистки. Думаю, каждый из вас когда-то сталкивался с таким. Их существует три типа, но выполняя одинаковую функцию, выглядят они по-разному. Главная особенность таких ножей – это два лезвия, повернутые друг к другу. За счет этого без особых затруднений можно почистить морковь, картофель, яблоки и другие фрукты или овощи. Отличие между этими вариантами в поворачивающемся лезвии. За счет такого механизма можно легко подстроиться под любую форму овощей и фруктов. Этот вариант тоже имеет свою особенность. Помимо обычной чистки, он еще может удалять сердцевину, либо испорченные части продукта. Второй вариант – нож для нарезки овощей и фруктов. Он достаточно короткий – от 7 до 10 сантиметров, но с довольно массивным лезвием. Как правило, кончик в таком варианте заострен, а рукоять достаточно большая. Этот нож справится с нарезкой любых овощей и фруктов без затруднений. Только вот для арбузов или тыквы лучше использовать вариант с более длинным лезвием. Следующий вариант имеет закругленное лезвие, которое предназначено не только для удобства, но и для фигурной нарезки. Она понадобится в случае, если вы увлекаетесь кулинарным искусством и хотите сделать не только вкусное блюдо, но и необычную его презентацию. Ну а мы переходим к группе ножей для мяса и рыбы. Вот тут можно действительно разгуляться, ведь вариантов невероятно большое количество. Начну с орудия для отделения мяса от кости. В своем роде этот экземпляр имеет самое длинное и одновременно тонкое лезвие, которое может быть как заостренным, так и закругленным на конце. Мне кажется, что этот нож необходим на любой кухне, ведь он с легкостью проникает в любые места тушки, а также может очень тонко нарезать филейную часть или рыбу. Теперь поговорим непосредственно о разделке мясных продуктов. Для этого используется слегка изогнутое лезвие, которое застрено на конце. Такие экземпляры могут встретиться не на каждой кухне, им чаще всего пользуются профессиональные повара. Но я хочу обратить ваше внимание на него, потому что лучшего варианта для разделки мяса вы не найдете. С его помощью можно без всяких усилий разделать жесткие и жилистые куски. Следующий вариант моей подборки предназначен для чистки рыбы. Назвать его ножом, конечно, сложно, по крайней мере визуально, но тем не менее это так. Представляет он из себя скребок с зубьями, которые хорошо цепляют чешую. Так что если вы любитель рыбы, советую обратить внимание на этот девайс, ведь в большинстве случаев все используют обычный нож. Ну что ж, рыбу почистили, а теперь нужно ее разделать. А для этого понадобится следующий вариант. Он очень схож с экземпляром для отделки мяса от кости, также очень длинный и заостренный на конце. В среднем лезвие такого прибора достигает 20 сантиметров, что достаточно внушительно и в то же время удобно. Помимо этих вариантов существуют ножи и для других продуктов питания, например, для хлеба, сыра или масла. Первый из них внешне отличается от всех вариантов тем, что его лезвие похоже на пилу. За счет этого удобно разрезать мучные изделия ровно и без затруднений. Для сыра существует два типа ножей. Первый напоминает форму лопатки, у основания которой есть отверстие. Принцип работы схож с овощечисткой. За счет этого все кусочки получатся одинаковыми по размеру. Второй вариант напоминает обычный нож. Вот только в самом корпусе есть отверстие. Предназначены они для того, чтобы куски сыра не прилипали к поверхности. Согласитесь, что такой вариант куда удобнее. Ножи для масла не делятся на типы, они все стандартные. Это короткое лезвие, закругленное на конце. Оно не является острым, поэтому подойдет исключительно для работы с маслом. Кстати, за счет формы лезвия удобно не только отрезать кусочки, но и намазывать их на хлеб. Это и есть минимально необходимый набор для работы на кухне. Конечно, существует еще огромное количество разновидностей того или иного ножа. Они отличаются между собой лезвием. Точнее его длиной, высотой и способом заточки, которое может быть односторонней, либо двухсторонней. Но если говорить о каждом из них, то времени это займет очень много. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы ножами по назначению, или используете один универсальный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик и смотрите топ-5 приложений для готовки и видео о кухонных ножах Тефаль серии Талант. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok